Ставки сделаны, ставок больше нет, что за бред? Нет, не Мостбет ответ. Хочешь быть сыт, богат и хорошо одет, грамотно используй интернет, ставь на Мостбет. Все, кто увлекается ставками на спорт, ссылка на букмекерскую компанию Мостбет ждет вас в описании. А кто не увлекается ставками на спорт, в описании вас ждут открытые комментарии, где я вам предлагаю сделать ваши прогнозы. Скоро уже начнется футбол, как вы думаете, наша сборная из группы выйдет или нет? Выскажите ваше мнение в комментариях, а мы начинаем. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очередная серия дневника Мазды 6. У автомобиля практически 115 тысяч километров. Этот видеоролик мы поделим с вами на две части. В первую очередь мы поговорим про автомобиль здесь, после чего я отправлюсь к дилеру на техническое обслуживание, сделаю полную диагностику, поменяю все масла, включая частичную замену в коробке. И после этого мы сделаем такие некие итоги, подведем, в каком состоянии автомобиль спустя практически 40 месяцев после покупки и 115 тысяч пробега. Сегодня 29 мая, совсем недавно мы выпустили видеоролик про новую Toyota Camry. На YouTube сейчас горячее обсуждение, но там я допустил одну ошибку, точнее вошел в раш и немного оговорил Toyota, а именно. Я сказал, что полностью светодиодная оптика идет только практически в топовых комплектациях. И это действительно так. Но, начиная с базовой комплектации, ближней и дальней, там идет уже тоже диоды. То есть там нет ни галогена и нету ксенона, что на самом деле для Toyota очень хороший шаг. Тем не менее, всякие лампочки также присутствуют. И задняя оптика в виде фонарей тоже обычная. Соответственно, если брать полностью светодиодную оптику спереди и сзади, где все будет на диодах, все так же остается в топовых версиях. Тем не менее, это важный момент. Вношу поправочки. И там же в комментариях многие пишут, вот смотри, когда речь заходит за Toyota Camry, ты становишься более эмоциональный, начинаешь ко всему придираться. Но как только очередная серия дневника Mazda 6, так ты начинаешь говорить, вот здесь молодцы, сглаживаешь. Так вот я вам предлагаю сегодня начать видеоролик с разноса. Это, скажем так, моя девочка. И я ей хочу сегодня по-отцовски, знаешь, вкатить пиздюлей, извиняюсь за выражение. Потому что есть у этого автомобиля такие косяки, за которые ее, в принципе, покупать не стоит. И начну я с самого главного. Ну, смотрите, когда я пришел в 2015 году покупать автомобиль, я мог купить себе абсолютно любой седан D-класса, включая ту же самую Camry. Поэтому думать о том, что я на нее не накопил, не заработал, поэтому купил себе Mazda и недоволен Camry, не стоит. Что я выбирал? Все то же самое, как и все. В итоге остановился на Mazda. Пересел я на нее непосредственно с Nissan Murano. И когда я только сел на этот автомобиль, первые эмоции, которые он меня вызвал, что это какая-то игрушка. Но на самом деле садишься в автомобиль, знаешь, он настолько такой, именно что игрушечный. Многие люди, когда я беру автомобиль у них во время тест-драйва, катаюсь на их автомобиле, они ездят на этом, они приходят, спрашивают, ну как они такие, блин, ну знаешь, на самом деле, вот внешне вроде бы ничего. Ну поездив, я говорю, как будто как игрушечный. Да, 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 как игрушечный, очень такой нежный, мягкий, бережный. Едешь на автомобиле, словно он реально какой-то пластмассовый. Здесь абсолютно нет шумоизоляции. Я как бы про это уже неоднократно говорил, но тем не менее, вот эти моменты, знаешь, с дверью я даже вам показывал, они очень легкие. Вот если сейчас дверь открыть, подойди, пожалуйста, поближе. Вот стекло не ходит, все сделано нормально, но тем не менее, вот если смотреть, она постоянно гуляет. В тот же самый момент, за счет того, что очень тонкие стекла, постоянно стоит фоновый шум. Я первые тысячи километров, когда ездил на автомобиле, не понимал, что вообще происходит. Вроде бы все стекла закрыты, едешь 100 километров, 120-140, какой-то шум. А шум идет непосредственно от стекол. К слову, отмечу, что на новых Mazda 6 уже сделали более толстые стекла, но вот конкретно на моей версии, если вы будете присматриваться ко вторичке, вот с этим вы ничего не сделаете. То есть, ну, по-хорошему, это нужно что, ехать, искать, заморачиваться, менять стекла. Очень плохая шумоизоляция, точнее, ее нет вообще. Если разобрать автомобиль, дверные карты пустые, все здесь пустое. Стоят большие колеса, девятнадцатые. Соответственно, разгоняясь больше ста, постоянно стоит шум. Делать дополнительную шумоизоляцию вопрос спорный. Я вам в инстаграме канала рассказывал, что один человек купил себе новую Mazda 6 Executy, в которой более, как бы, продвинутая с точки зрения шумки. И там себе сделал дополнительную шумоизоляцию. В ближайшее время мы с ним встретимся, покатаемся на автомобиле. Я вам по-честному скажу, чувствуется ли вообще разница. Или разница, как таковой, не чувствуется. Параллельно буду рассказывать вам, что случилось с автомобилем за последние тысячи километров. Смотрите, всегда езжу аккуратно, слежу за автомобилем. Тем не менее, вляпался тут, притер бампер в клумбу, парковался возле здания. В общем, цена вопроса 6 тысяч рублей. По сути, нужно опять снимать бампер, опять красить. Он не пострадал особо, то есть он не треснул, не лопнул. Тем не менее, притертость есть. Все, кто подписан на инстаграм-канал, я рассказывал, что на лето покупал себе новую летнюю резину. Соответственно, выбирал ее по отзывам. И самым главным критерием для меня было, чтобы она хорошо держала дорогу на большой скорости. Это самое главное. Все советовали самую дешевую резину Кумха. Купил я ее примерно по 7 тысяч рублей за баллон. И знаете, я вам скажу так, что действительно дорогу держит. Я ее разгонял примерно до 200 км в час. Дорогу она держит. Естественно, шумновато, естественно, жестковато. Тем не менее, в порядке вещей для ровной дороги подходит нормально. Переходя к подкапотному пространству, я вам немного расскажу, с чем здесь столкнулся я. Ну, точнее, напомню. И больше расскажу то, на что жалуются люди. Ну, в первую очередь, обратите внимание на то, что у меня стоит газоупор. Вот я вам покажу два газоупора, которые мне прислали ребята, потому что я их буду дарить там нескольким владельцам Mazda. Ну, в первую очередь, у меня стоит один. Цена вопроса там порядка двух тысяч рублей. Но сегодняшний день они начали делать на рестайлинговой версии два газоупора. Все, кто смотрел видео с CX-5, мы там ставили другу моему белый CX-5, там их было два. Смотрится на самом деле интереснее. И я даже вообще подумаю, чтобы вот этот снять и поставить себе тоже два. Больше места становится под капотом. В общем, пользоваться им удобнее. Всем, кому интересно, цена вопроса в районе двух тысяч рублей. Есть промокод на небольшую скидочку. Переходите по ссылкам в описании. Ну, реально полезная, удобная вещь. Смотреть за маслом нужно. И вот многие владельцы Toyota мне постоянно говорят, вот смотри, мы капот открываем, только масло доливать. Я вам рассказываю, значит, совсем недавно в Instagram, опять же, канал выложил информацию, что человек купил такого же рода Mazda 6 2016 года, сделал техническое обслуживание в январе. Спустя четыре месяца заводит автомобиль, утром он не заводится. В чем проблема? Выясняется то, что в двигателе кончилось масло. Пригоняя автомобиль на эвакуаторе к дилеру, делают диагностику, говорят, ну все, типа хана твоему двигателю. Пригон стучать начал, говорят, ну как так, хана. А в мануале прописано о том, что вы каждый день, прежде чем отправиться в путешествие, в дорогу, неважно, должны проверять уровень масла. Поэтому это к слову о том, зачем вам нужен газаупор. Его сейчас пытаются браковать, говорить то, что гарантии у тебя нет. И вот здесь я хочу поднять вопрос о том, что вообще, какое идет отношение у дилера Mazda, у производителя, вообще клиенту. А отношение, вы уж меня извините, честно говоря, блядское. Ну просто отношение такое, что ладно, я блогер, я снимаю, у меня хорошее отношение с моим дилером, я приезжаю, мой автомобиль хорошо смотрит, я всегда обслуживаюсь у одного дилера. Но есть люди, которые постоянно жалуются, что они приезжают по тем же самым причинам, что и у меня, а их бреют. Так, например, по гарантии мне поменяли ролик натяжителя ремня. Как это было? Я приехал на очередное техническое обслуживание, мастер увидел, говорит, сейчас идет компания, они об этом знают, меня проинформировали, все. Если бы я это делал за свой счет у дилера, цена вопроса 15 тысяч рублей. Естественно, я про это рассказал. Приезжают люди к своим дилерам по всей России, рассказывал с ним об этом, то, что посмотрите, обратите внимание. Говорят, да, действительно, у вас ремень изнашивается. Говорят, вот цена там, пожалуйста, меняйте за деньги. Ну как так, это же гарантийный случай, Mazda официально признала, есть бюллетень. А дилеры ни хрена не знают. Вот хочется спросить, а чего вы там вообще целый день делаете, ходите, гуляете, ничего не знаете. И приходится доказывать. Когда они начинают поднимать информацию, когда они начинают обращаться к своему производителю, он говорит, ну да, такое есть, давным-давно он приходил, они, о, а я не знал. То же самое, очень частый развод. Ну смотрите, я рассказывал то, что непосредственно на Mazda были проблемы с дисками колесными, они облазили. И когда люди приезжали к дилеру и говорили, вот колесные диски облазить поменяйте, они говорили, гарантия на диски один год, либо 15 тысяч. И речь идет о тормозных дисках, вот именно такой срок гарантии распространяется на них. То есть что они делают, либо они не знают, либо они вводят людей в заблуждение. То есть они просто-напросто ведут себя по-хамски. Была неприятная ситуация, пишет мне акционер нашего канала, он инвалид-колясочник, взрослый человек, 56 лет. Он обратился к официальному дилеру в своем городе, чтобы он ему поставил навигационную систему на дорестайлинговую Mazda. С него за навигационную систему, за блок управления, плюс за такого же рода газоупор взяли порядка 40 тысяч рублей. И мы сделали обновление, одно бесплатное, по картам. После чего он говорит им, ребят, но это не совсем последнее обновление, сделайте мне последнее обновление. А они ему говорят, все, иди нафиг. Представляете, за 40 тысяч не выполнить качественно свои услуги, когда к тебе приходит человек по-нормальному, тебе говорят, ребят, я вас обслуживаюсь, я постоянно к вам езжу, сделайте мне нормальное обновление. Ему вот так вот, пошел ты, условно. То есть это некрасиво, будь он поближе, я бы, естественно, приехал бы, прям тех, кто посылает вот так вот людей, снял бы на видео. Тем не менее, буду стараться ему помочь, потому что на это ненормальное отношение. И побрил его не только дилер, и Mazda Motor Rus в том числе. Многие владельцы новых CX-5 писали, почему ты не рассказываешь про эту проблему, с которой столкнулись все те, кто живут на севере. А именно, этой зимой все владельцы новых CX-5 с такими же моторами заводили автомобили с температурой минус 25 и ниже. Была непонятная вибрация, то есть, когда ты едешь на автомобиле, постоянно что-то вибрирует, то есть, и когда двигатель прогревается, все равно. Вибрация оставалась настолько сильной и некомфортной, что передвигаться на автомобиле было тяжело. Естественно, я людям говорю, ребят, ну вы пришлите видеоролики, никто не прислал, ни у кого ничего не получается, телефон не записан и так далее. Тем не менее, озвучиваю, что действительно была такая проблема. И в этом видеоролике, когда мы отправимся к дилеру, я вам озвучу, в чем причина. И вот сейчас появляются новые нарекания на автомобили. Люди покупают Mazda 6, выкатывают их из салона, разгоняются примерно до скорости 100-130 секунд в час и появляется опять какая-то непонятная вибрация летом. То есть, приезжают к дилеру, дилер садится рядом, едет, вибрации есть, есть, что такое, никто не знает. И то есть, знаешь, это опять начинается. То есть, ты купил новый автомобиль за бешеные, по сути, деньги. Полтора-два миллиона рублей может дойти, самая топовая версия. А тебе помочь не могут, ну что такое, ну непонятно. Ну вы покатайтесь пока, может, само собой пройдет. И вот именно для объективности я озвучиваю вам эти ситуации, потому что непосредственно я в подкапотном пространстве, ни с какими проблемами, за исключением этого ролика, я не сталкивался. Все остальное у меня работает штатно. Заливаю я Mazda только оригинальное 5W30. Периодически я меняю частично масло в коробке. В этом техническом обслуживании я тоже это буду делать. Единственный раз за всю эту зиму у меня сел аккумулятор. И то, потому что автомобиль у меня практически месяц стоял возле дома. Как вы помните, я ездил на новый Honda CR-V. После этого я его завел, а он, ну точнее я хотел его завести, а он не завелся. Что я сделал? Прикурил, чуть-чуть она поработала, все. Я даже не снимал аккумулятор, не заносил его домой, не заряжал его сутки. Сейчас мы с вами проводим различного рода заезды. И почему-то частенько люди пишут, вот там один на 92-м, другой на 95-м, ты на 98-м. Друзья, я заправлял сотый бензин. До полного бака разницы я вообще не почувствовал. Ну между 98-м и 100-м. Более того, я находил тесты и обзоры на YouTube, где люди делали что? Брали автомобили одинаковые. Один заправляли 92-м, другой 95-й, третий 98-м. И делали разгоны 0-100. И вот эти разгоны показывают то, что при 98-м бензине там вот плюс был примерно 0,2 секунды. Я прекрасно понимаю, что по ощущениям на 98-м автомобиль едет гораздо бодрее. Вот если сравнивать, вот прям по-честному делать замеры, то вряд ли там будут какие-то, знаешь, цифры, которые тебя удивят. Вот такого, что заправил 98-м, машина поехала на секунду быстрее, это нереально. В общем, здесь, под капотным пространством, пока что у меня никаких проблем нету. Поедем на техническое обслуживание. Я думаю, вряд ли мне дилер скажет то, что ага, что-то у тебя здесь какая-то проблема есть. Вот двигатель, коробка, все работает исправно, я сам не жалуюсь. 115 тысяч пробега практически у автомобиля. Посмотрим, что будет с ним дальше. Потому что ближайший год-два я его продавать не собираюсь. Хочу сделать отзыв за тормозные диски и колодки EBC. Я их ставил, комплект мне обошелся в 18 тысяч рублей. На самом деле я доволен, потому что вот сейчас лето, я сейчас что-то стал активнее кататься, быстрее останавливаться, быстрее разгоняться. Хорошие диски, могу их смело рекомендовать. Вот интересно будет на этом техническом обслуживании посмотреть их износ. Потому что на них я уже проехал порядка 50 тысяч километров. И зарекомендовали они себя очень даже хорошо. Для того, чтобы мне придать автомобилю свежий вид, все, что мне нужно сделать, это полировку кузова и сделать химчистку салона. Вот подойдите, пожалуйста, поближе, я вам покажу состояние чехлов. Вот я сделал их примерно на 103 тысячах, сейчас практически 114 тысяч. Ну почти 115, там, 114 с копейками. Вот ничего я вам не прячу, можете посмотреть состояние. Цена вопроса 11500, сами чехлы, 4500 установка, то есть их прошивали. Реально очень даже доволен. Сами смотрите, езжу на машине много, постоянно. Передние сиденья находятся в очень хорошем состоянии. Покажи, пожалуйста, сзади. Сзади вопрос такой вовсе, можно даже не обсуждать его, потому что сзади никто не ездит, соответственно, все, что на них садится, это только пыль. Единственное, что можно, к чему придраться, это то, что подлокотник, ну, наверное, вот некоторые отметили в комментариях, можно было бы сделать и посимпатичнее. Что это такое? Другие говорят, вот надо было тебе кожей обшить за 30 тысяч рублей. За 30 тысяч рублей, друзья, кожи не бывает, а то некоторым там по ушам кто-то проедет, мол, итальянская, немецкая за 30-ку с работы, нифига. Вот это вот русский дерматин самый натуральный. Но сделал нормально, ездишь, комфортно. Если ты хочешь сделать себе качественную, толстую, настоящую кожу, цена вопроса будет далеко за 200 тысяч рублей. Друзья, поехали, я вас немножко прокачу и будем перемещаться с вами на станцию технического осмотра и посмотрим, в каком состоянии находится автомобиль на сегодняшний день. Вот такой интерьер встречает нас в Mazda 6. На сегодняшний день я лично считаю, что он еще актуален, но я не буду ничего здесь говорить, поэтому все, кто там владельцы Toyota, Optin, Mandeo и других автомобилей, сами выскажите ваше мнение. О чем я говорил в самом начале? Вот смотрите, касаемо музыки. Очень большой диапазон. То есть для того, чтобы включить музыку нормально, когда ты двигаешься, постоянно приходится крутить, крутить, крутить. Это на самом деле напрягает. Хотелось бы, чтобы шкала была там условно 15. То есть 4 это тихо, 7 это нормально, все, что выше, это уже громко. Чего я боялся больше всего, когда покупал этот автомобиль? Что я куплю, и он будет по гремушку уже буквально через полгода, как минимум по салону. Но сегодняшний день он реально тихий. Вот мы катаемся там по неровностям, никаких скрипов, никаких сверчков не появилось. Единственное, что меня сейчас напрягает за счет того, что он как бы игрушечный, я вам в самом начале сказал, что проблема, мне кажется, так и осталась. Проблема именно с рулевой рейкой. Когда мы едем по похожему роду дороге, руль слегка, слегка гуляет, но чем больше камня, то начинает он, знаешь, так дребезжать вот. Вот сейчас. Такое ощущение, как будто рулевая рейка на этой мазде мне так же передает привет, как на Ниссане. Мы едем 50, уже от колес шум идет. Если мы разгонимся до 100, то шум будет просто бешеный. И каждый день я езжу реально много. К концу дня порой выходишь, особенно после Москвы, после трассы, голова прям гудит. Но я осознанно шел на этот шаг. Я знал, ради чего я покупаю Мазду. Потому что для меня во главе всего стояла управляемость. Я хотел автомобиль, который будет хорошо держать дорогу и на котором я смогу быстро ездить. Почему? Ну, мне комфортно, езда надоела. Я хотел автомобиль, чтобы можно было выйти на трассу, ехать быстро, перестраиваться из ряда в ряд и получать от этого удовольствие. Это Мазда дает на все 100%. То есть, если кто-то там говорит, что 160 уже страшно, значит, у вас автомобиль в неисправном состоянии. Но, исходя из того, что сейчас повсюду очень много камер и разогнаться реально невозможно, особенно в городе, постоянные пробки, жуткие пробки, начинаешь подумать о том, чтобы купить автомобиль себе покомфортнее. С одной стороны, хочется спортивную тачку, потому что когда лето, все-таки хочется разогнаться, но в тот же самый момент иногда хочется автомобиль, чтобы ты сел, никого не торопился. Достаточно будет овощного, какого-нибудь двухлитрового двигателя, лишь бы было комфортно, была хорошая шумоизоляция, чтобы отправлять на работу, по рабочим делам, домой, в магазин, не важно, получать удовольствие. И знаете что? Многие скажут, чего? Lexus ES200 скоро у нас будет на обзоре. И к этому автомобилю я присматриваюсь не просто как к машине, а как к потенциально возможному варианту по замене Mazda на Lexus ES200. Делать какой-то чип-тюнинг, вообще тюнинг автомобиля, менять выхлоп. Изначально были такие мысли, а потом думал, ну что это такое? На самом деле я парень-то уже не молодой, поэтому тратить деньги там на выхлоп другое, чиповку, тем более атмосферную, у двигателя которой даст прирост 0,5, не вижу никакого смысла, уж если хочешь гонку, нужно брать изначально нормальный мощный автомобиль, хотя бы ту же самую Skoda Octavia на ручке 1.8, делать чипы и тогда будешь ты реально получать удовольствие. Здесь же нет в этом никакого смысла. Друзья, поймите правильно, у меня нет никакого желания защищать Мазду, выгоражить ее, говорить то, что она самая лучшая, скрывать ее недостатки. Я вам в этом ролике перечисляю даже то, с чем я сам лично не сталкивался, на что жалуются люди. Также я вам рассказывал, что был человек, у которого запиналась коробка, но это был на самом деле такой редкий, единичный случай. В целом автомобили надежные по своей технической составляющей, но тем не менее, как и везде, случаются нарекания, случается неприятная ситуация. Начался новый день, 30 мая, через 5 часов я буду у официального дилера на обслуживание, монтирую ролик, 18 минут, ты понимаешь, ну мало, мало разноса как такового, чтобы прям ткнуть Мазду в говно, но тем не менее, что получается, не к чему придраться, друзья. Вот давайте постараюсь еще понавысасывать из пальца, сидя в автомобиле. По отделочным материалам, как вы знаете, руль мне меняли по гарантии, именно оплетку, она облезла. И вот что больше всего бесит до сих пор, это вот к слову об игрушечности. Паркуешь где-то раз рулем, вот просто, что за удар? Таких ударов больше нет ни у кого, то есть, оп, ну это прям вообще не серьезно. На видеоролике я заметил, что непонятно, как она болтает, вот эта рейка, но то, что она изношена, это факт, либо ее затянуть надо, либо она, в общем-то, потихонечку приходит в негодность. Один из зрителей как-то написал, подлокотник говорит, не совсем удобно, но почему-то, обратите внимание, подлокотник находится здесь. Получается вот такая картина. Вот давайте я перевожу селектор в режим D, сижу здесь. То есть, если дотянуться, то, как правило, руку я убираю сюда. Получается так, что он не совсем функциональный, как бы он находится слишком далеко, но с другой стороны, вот эти части продуманно сделаны, они мягенькие все. Поэтому я езжу, никогда на это внимание не обращал, но просто озвучиваю как факт, чтобы показать, что ну вот к этому, по идее, можно придраться. Это, к слову, об эргономике. Вспомните, как это выглядело в Тойоте в новой, что здесь такой узорчик идет, ты туда засовываешь руку и задеваешь селектор. Здесь же, пожалуйста, что я могу засунуть, чтобы, соответственно, пассажир также может брать какие-то вещи, запитываться, заряжаться и ничего ему не мешает. То есть селектор в режим нейтраль случайно ты не переведешь. Подочечник. Вспомните, как он болтался на Тойоте. То есть если здесь побить, вот если только бить, да, где кнопка? Ну а так в целом он все равно закреплен нормально, но лучше. Крыша. То есть если нажимать, она везде гуляет. А почему? Потому что не хватает под ней шума, виброматериала. То есть если вот ее сейчас снять, там нифига нету. А если дополнительно зашумить, я вот в Инстаграм выкладывал шумку дополнительно, будет совсем другой эффект. Каких-то сверчков по салону практически не встречается. Единственное, что я издавал здесь посторонние звуки, это вот дисплей. С чем решил, там путем простой визитки сзади стоял. Поэтому вот придраться, хочу придраться, хочу разосрать. Не могу. Ну вот все, что есть, перечисляю. Если вы являетесь владельцем Mazda 6, либо там CX-5, пишите ваши нарекания, к чему бы вы придрались. Ну а если вы являетесь владельцем Toyota, Optima, Mondeo, напишите, что не нравится вам. И уверен также, что большинство владельцев Mazda 6 скажет, Диман, ну это придирки. Тем более в каждом новом автомобиле большую часть косяков дорабатывает, посмотрим, что к нам приедет осенью. По идее, там машина будет по качеству еще лучше, лучше отделочные материалы. И при этом всем, когда мы катаемся на автомобиле, мы же ездим с кондиционерчиком, мы включаем музыку. Соответственно, какой-то шум от колеса становится гораздо меньше. И ты передвигаешься в удовольствие, машина хорошо рулится, управляется. Отвечу, что если ты пересаживаешься с более дешевого автопрома, то ты скажешь, блин, ну вообще уровень совсем другой. Если же ты поездил там на бэушном каком-то немце, там А6, А8, Мерседес, неважно, там 10-летний, ты почувствуешь вот эту вот именно игрушечность автомобиля, его хлипкость, вот расхлябанность какую-то такую, вот дешевизну есть. По М4, по тому участку дороги, где я обычно накатываю большой километраж. И вот что я хочу сказать. Обратите внимание, что сегодня 30 мая, и очень сильный боковой и порывистый ветер. Вот если на кромке деревьев посмотреть, на макушке, то они, в принципе, гуляют. И знаете, о чем я вам хочу сказать? Вот сейчас я еду, допустим, 95 километров, разгоняюсь до 120, и все, что свыше, начинается жуткий дискомфорт. А именно, машину швыряет влево-вправо именно эти порывы ветра. Вот особенно вот так вот проезжаешь фуру, обгоняешь ее, раз, рывок ветра, и то есть машина прям гуляет. И вот это очень сильно бесит. И больше всего, что бесит, что в такую ветреную погоду руль надо держать двумя руками, прям вцепиться в него. И постоянно реально приходится ловить тачку. Друзья, и спустя 20 минут магия монтажа, и мы наконец-то находимся на станции технического обслуживания. Ну, смотрите, что я сегодня буду делать. Естественно, меняем масло в двигателе, меняем фильтр воздушный, фильтр салонный. И меняем частично масло в коробке. Взял себе 5 баклажек по 1 литру. Все цены, вот, смотрите, все тот же самый человек, про которого я вам говорю, у кого я покупаю оригинальные запчасти, визитка, все ссылки на него есть в описании. Надо кому, пожалуйста, берите. По сути, цены, которые вы видите, вот вы по ним же и купите. То есть, ничего здесь грандиозного нету. За все отдал 8500 рублей, но по сути, вот, здесь самое дорогое это масло. Вот. Значит, как мы сейчас будем делать? Сначала сделаем диагностику, параллельно поменяем масло в двигатель, ну и параллельно всему этому будем смотреть автомобиль. Если вдруг будет что показать, рассказать, буду показывать. Если ничего не показывать, значит ничего не происходит. Поэтому покажу, все самое важное. Машина на подъемнике, диагностика идет полным ходом, никаких нареканий. Пока что не замечено. Единственное, потрескались уже от старости в стейлинблоке. Ну, это так, по мелочи. Я думаю, в ближайшие тысяч 20 я к ним даже прикасаться не буду. Сейчас снимем эту пластиковую защиту и посмотрим, что с рулевой рейкой. И напоминаю, что ранее у меня были потеки по дону. Вот в таком состоянии потек. Но он, по сути, такой же остался, вообще ничего не изменилось. Мне кажется, даже он немножко меньше стал по сравнению с тем, что было в последний раз. Износ тормозных колодок у меня примерно 60%. То есть, по сути, я еще тысяч 20 на них запросто откатаю. И самое главное то, что я уже примерно, если мне не изменяет память, откатал на них примерно 50 тысяч километров. Задние колодки я менял на последнем ТО, у них износ сейчас 10%. В общем, слили масло с двигателя, слили масло с коробки, сейчас все будем менять. Я эти процессы вам даже не показываю. Единственное, парни, хочу отметить, вот многие спрашивают, почему 5W30? Купил я на нем, на нем я езжу и пока менять не собираюсь, поэтому варианты пока не рассматриваю. Все масла, все, что льем, все оригинальное. Третий раз я уже частично меняю масло в коробке. И если бы вы меня спросили, как эффект ощущается, ну, честно говоря, вот в первые тысячи километров после замены реально такое ощущение, как будто ощущается, как будто мягче передача, как будто лучше разгоняется автомобиль. Вообще, после обслуживания, все свеженькое, все новенькое. Машина словно едет лучше. В любом случае, всем рекомендую делать, самое главное, соблюдать пробег. То есть, ну, 1060 начинать менять. Лучше менять частично, либо же менять полностью. Мы про это говорили. Статей очень много, споры большие. Я выбрал вариант менять частично. В общем, закончилось мое техническое обслуживание. Времени заняло 2 часа. Что я оплатил? Замена масла в коробке частично 2000 рублей практически. И замена масла в двигателе 1200 рублей с учетом скидки. Подчеркиваю, это официальный дилер. Вот, цены все вам показываю. Фильтра я поменял самостоятельно. Что у меня осталось? В канистре для двигателя примерно 200 грамм. И для коробки у меня осталась одна литровая канистра целая. И там 200 грамм еще. Значит, что я хочу сказать этим видеороликом? Я вам показываю состояние автомобиля. Как вы видите, все в принципе надежно. Что касаемо рулевой рейки, моей там погрешности. Я пока смотрю, слежу. То есть, звук только проявляется. Мы покатались. Ну, пока все нормально. Все щупаем. Ничего не шатается, не болтается. Все исправно работает. Тем не менее, звук зарождается. Посмотрим, что будет дальше. На данный момент, ну, ничего не ломается. Пацаны, сами все видите. Расходники, все меняет. И то там масло можно, по сути, было бы не менять. В общем, слежу за автомобилем. Что с ним будет дальше? Пока же только время. Я продолжаю свои наблюдения. Мозги он меня не делает. Я же наслаждаюсь. Все остальное, все в идеале. Все в хорошем состоянии. В общем, подписывайтесь обязательно на канал. Пишите ваше мнение. Я считаю, что данный видеоролик получился максимально объективным. Я и похвалил, я и поругал. Рассказал, что нравится, что не нравится. Будем наблюдать. Будем продолжать. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.